Неподготовленному посетителю может показаться, что мы находимся не на декоративной дизайнерской выставке, а в галерее Лафаэд. В том числе даже палатки есть. Да, друзья, глэмпинг это сейчас тоже очень и очень большой тренд. После того, как вы украсили кухню и столовую, подобрали замечательную посуду, стоит вспомнить о других помещениях дома, их тоже нужно украсить. Привет, друзья! Ну вот мы и в Париже. Наконец-то, наконец-то на нашем канале появится обзор самой известной интерьерной выставки, которая проходит в столице Франции. Друзья, мы на Мизона Абже. Я на этой выставке, конечно, был и много раз, и в начале 2000-х, и даже 2010-х. Последний раз, мне кажется, было в 2016-м. Но тогда я еще влог не снимал, поэтому такого обзора вы у меня не найдете. Я решил исправить ситуацию и показать, как выглядит главная декораторская выставка Европы, потому что сюда устремляется в большей степени как раз именно дизайнер интерьера, декораторы, ну и архитекторы внутреннего пространства. И здесь, конечно, есть чему подивиться, и участникам есть что предложить. Поэтому усаживайтесь поудобнее, будет интересно. Это первый обзор выставки в этом году, и это меня очень сильно вдохновляет. Надеюсь, и вас. Конечно, для дизайнеров интерьера самое интересное находится в павильоне номер 6 и в павильоне номер 7. Здесь располагается, ну, в основном мебель. Мебель разделена на две темы. Одна называется forever, то есть навсегда. И там представлены, ну, скажем так, более классические какие-то стили. Классика не в смысле историческая классика, хотя и такие образцы там тоже есть какие-то из 19 века. То есть это классика современная или, если хотите, легкая классика. Ну, или то, что уже стало классикой. Например, какие-то эко-интерьеры или интерьеры кантри, или интерьеры с нотками какой-то этники. Ну, и, конечно, важно заметить, что во всех этих интерьерах большое внимание уделяется материалам. Материалы сейчас в основном натуральные, тактильно приятные, фактурные. То есть это тоже такой пережиток пандемических ограничений, скажем так. Конечно, в этом же разделе представлены какие-то аллюзии на стиле середины 20 века. То есть это и mid-century, и более поздние какие-то 70-е, 80-е, они тоже здесь есть. Естественно, интерпретированные уже по современному. Но, тем не менее, за современность отвечает как раз раздел today. То есть сегодня и сегодня представляются уже актуальные какие-то силуэты, актуальные технологии, актуальные материалы. В общем, это произведение уже современных дизайнеров. И здесь же, кстати, в этом разделе большое внимание уделено теме outdoor, которая, безусловно, стала очень важной в принципе. Ну, а важность еще усилилась, опять же, за счет пандемических ограничений, потому что каждому захотелось иметь свой собственный уголок природы у себя дома. И здесь, конечно, есть и шезлонги, и какие-то гостиные группы, и столовые группы. Но в том числе даже палатки есть. Да, друзья, глэмпинг это сейчас тоже очень и очень большой тренд. И вот я, честно говоря, даже не ожидал, что здесь это будет представлено. Но это очень и очень интересно. Конечно, яхтино-самолетная тематика тоже никуда не делась. Это, можно сказать, тоже пережитки пандемии, потому что всем хотелось куда-то уехать, улететь. И эта тема, она как будто бы снова воскресла. Ну, не обязательно так ее углублять в мужскую сторону. Но, в принципе, все это прекрасно живет в интерьерах стилизованных вот арт-депо. Субтитры подогнал «Симон» Ну, конечно, невозможно представить себе реализацию хорошего проекта интерьерного дизайна без хороших отделочных материалов. И здесь мы можем найти такие в разделе, которые называются «Projects», то есть «Проекты». Здесь сантехника, плитка, керамика, ну, я имею в виду отделочная керамика, натуральный камень во всех его формах, причем в буквальном смысле этого слова, кожи, обои, текстиль, какие-то настенные покрытия. Ну, в общем, много чего, что действительно очень интересно. И здесь представлены самые топовые марки. И это тоже очень и очень круто. Что касается интерьерного оборудования уже, скажем так, то самые топовые марки представлены в разделе «Signature». Их достаточно много. И, в принципе, конечно, мебель заслуживает отдельного обзора, поэтому я сделаю следующий эпизод именно посвященным мебельным маркам, декоративным маркам, которые здесь представлены. Ну, а сегодня продолжим с тем, чтобы рассказать о том вообще, как выглядит выставка «Мизона Абже», ну, чтобы вы могли сориентироваться и решить, поедете вы, например, в следующий раз или нет. Ну, спойлер такой, ехать стоит. «Мизона Абже» Неподготовленному посетителю может показаться, что мы находимся не на декоративной дизайнерской выставке, а в галерее «Лафаэт», потому что ассортимент максимально широкий. Но, тем не менее, все достаточно логично. Выставка разделена на несколько зон. Они, в общем, соответствуют павильонам. И вот в первом павильоне находится экспозиция, которая называется «Смарт-гифт». Ну, то есть, по сути, это подарки, но такие умные подарки. Конечно, с момента моего последнего визита все здесь тоже трансформировалось, появилось очень большое количество каких-то смарт-штук, скажем так, каких-то хипстерских предметов, какие-то портативные колонки, портативные светильники, бутылочки и прочее. Ну, и, конечно, здесь также открытки, ежедневники, свечки. И нужно сказать, что касается подарков, в Европе к сезонам праздников готовятся заранее. Поэтому уже сейчас можно купить, например, пасхальные свечки в виде яиц. Такая тоже традиционная история. Поэтому, например, если вы приедете в сентябре, то здесь уже будут новогодние рождественские украшения. Дальше, во втором павильоне находится экспозиция модных аксессуаров. То есть здесь какие-то уже сумки, платки, какие-то предметы, одежды даже. Ну, и дальше уже начинается такая более интерьерная история. Называется она Kids and Family. То есть это экспозиция товаров для детских. И, кстати, вот здесь действительно, если вы хотите красиво оформить детскую, то стоит посетить, потому что такой вот концентрации детских я не припомню ни на одной мебельной выставке. Здесь и мебель для детских, и какие-то аксессуары, и даже игрушки. И, в общем, конечно, все это смотрится очень и очень мило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Хороший интерьер не может быть закончен без красивой посуды. И действительно, в зависимости от того, какая она будет, какого дизайна, во многом будет формироваться впечатление от этого интерьера. Здесь представлено очень много фабрик как очень именитых, так и, скажем, таких неизвестных и даже артизанальных. Но мое внимание традиционно привлекает бренд, который называется Бордало Пинейро. Это бренд из Португалии, о котором я уже как-то рассказывал, когда мы путешествовали по этой стране. И здесь, в общем, все то же самое, как и раньше. Очень нарративные, очень сюжетные предметы. Это прежде всего какие-то растения, это фрукты и овощи, это какие-то животные, там, птички, собачки, кошечки, лягушечки, попугайчики. В общем, все очень такое миленькое и где-то вот, ну, на грани смещанства. Но особого внимания заслуживает абсолютно новая коллекция, которая была разработана совместно с бывшей супермоделью из Германии Клаудией Шифер. Называется она Облачные бабочки. Ну и, в общем, действительно облачка, действительно бабочки. Коллекция довольно милая и, опять же, будет хорошим акцентом в интерьере. Ну, впрочем, как и любая другая керамика, здесь и португальских компаний тоже вполне достаточно. И, кстати, что касается этой страны, то действительно там традиции гончарного мастерства, можно сказать, керамики очень и очень сильны. Помимо керамики, в разделе Cook and Share, то есть готовить и делиться, переведем это так, вы можете найти стекло, столовые приборы, кухонные приборы, какие-то приспособления для готовки, естественно, хорошие бокалы. Помимо этого, также предметы для сервировки, подачи блюд. Ну, в общем, все то, чтобы, опять же, сделать ваш интерьер максимально гармоничным и законченным. Поэтому, стоит и сюда заглянуть определенно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как вы украсили кухню и столовую, подобрали замечательную посуду, стоит вспомнить и о других помещениях дома, их тоже нужно украсить. И это можно сделать с помощью продуктов, представленных в экспозиции Home Accessories, то есть домашние аксессуары. Здесь вы найдете пледы, подушки, текстиль в том числе и для гостиной, и для кухни, свечи, светильники, очень характерные и выразительные. И также еще, конечно, коврики, потому что коврики, ковры, они призваны объединять любую композицию. И, кстати говоря, некоторые продвинутые архитекторы утверждают, например, что стол, столовый, без ковра, ставить, ну, категорически нельзя, это прямо моветон. Ну, точно так же, как и мягкую группу в гостиной, без ковра, вы не будете воспринимать цельный. Поэтому не стоит забывать об этих замечательных предметах. Они, на самом деле, не так дорого стоят, но решают очень много. Да, ну и, кстати, именно благодаря этим предметам у таких специалистов, которые называются стилисты, есть работа. И хорошо бы, чтобы она появлялась не только для интерьерных съемок, но и для того, чтобы интерьеры оставались такими цельными и после съемок для модных изданий. Ну, или для нашего блога, кстати. Обязательно обратите внимание на плейлист обзоров, рум-туров, готовых реализованных проектов. Там очень много действительно достойных примеров, как это может быть полностью закончено с помощью всех-всех-всех деталей. Практически самым последним этапом декорирования пространства является ароматический декор. И, к сожалению, я не могу вам передать атмосферу, в которой я сейчас нахожусь. И это в буквальном смысле атмосфера, потому что вокруг меня витают удивительные запахи. это прямо такой нюхательный рай. И ароматический декор, я должен заметить, действительно очень важная часть, ну, можно сказать, дизайн-проекта, потому что в зависимости от запаха атмосфера теперь уже в переносном смысле может очень сильно меняться. И запах это один из элементов, скажем так, который воздействует на нас практически бессознательно, но делает это мгновенно и безошибочно. И в зависимости от того, какой выберете аромат, атмосфера того или иного пространства может быть от расслабляющей до, наоборот, заряжающей энергией. От какой-то умиротворенной до побуждающей коммуникации. Поэтому все будет зависеть от того, какой запах вы выберете. Ну и, конечно, это могут быть не только какие-то ароматические свечи, но и специальные приспособления, которые распыляют ту или иную эссенцию в пространстве, делают это равномерно и безопасно для людей. В этом случае, конечно, стоит выбирать эссенции, которые созданы на основе натуральных ароматов. Ну и вместе с тем, мы переместились в раздел, который называется крафт. Такой уже ремесленный дизайн, гранича с каким-то арт-дизайном или дизайн-артом. Здесь много всяких интересных штук, причем не только интерьерных, здесь есть уже и украшения, но самое главное, что объединяет эту экспозицию, все это сделано руками. Я знаю, что многие дизайнеры с предубеждением относятся к искусственным цветам в интерьере. Ну и в общем, наверное, если это низкопробные образцы, скажем так, это имеет право на жизнь. Но если цветы, растения выполнены очень нейтралистично, то в определенных ситуациях это может быть очень неплохим решением. Например, для каких-то общественных пространств я не вижу ничего в этом плохого. Тем более, что и стилистику, и направление вы можете выбрать, конечно, основное преимущество здесь в том, что не требуется какой-то очень внимательный уход. Но, тем не менее, если вы можете позволить себе каждые, ну, словно, три дня обновлять цветочные композиции в интерьере, это, безусловно, будет очень хорошо. Ну, а если такой возможности нет, но, тем не менее, хочется добавить каких-то зеленых ноток во всех смыслах слова в интерьер, то почему бы и нет? Отличное решение и многие европейские, и в большей части американские дизайнеры с успехом этим пользуются. Итак, друзья, вот таким образом предстала передо мной выставками Зона Абже спустя практически семь или даже восемь лет. Мне было интересно, она изменилась, она стала, на мой взгляд, может быть, чуть более структурированной. Я надеюсь, что кому-то из вас этот обзор оказался полезным. Возможно, в будущем вы отправитесь сюда для того, чтобы напитаться идеями, посмотреть интересные продукты и расширить, может быть, свой интерьерный кругозор. Я именно так и поступил. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, напишите что-нибудь приятное, ну и поделитесь им с друзьями, возможно, им тоже будет полезно. И нам точно будет полезно. Самолеты летают. Здесь недалеко аэропорт, поэтому с точки зрения логистики, кстати, тоже все довольно удобно. Так что отправляйтесь в Париж, у вас будет еще одно оправдание для того, чтобы это сделать. Пока. Увидимся в следующем эпизоде расскажу поподробнее про высокие мебельные марки. Мебельные марки. Субтитры сделал DimaTorzok